Всем большой привет! Девчонки, мы сегодня находимся дома. В общем, рассказываю вам про самочувствие после прививки. Делали мы, значит, как он называется, спутник ВИ. Значит, мне когда сделали, короче, прививку вчера, да, прошло где-то 3 минуты, мы там стояли, ждали эти сертификаты. И, значит, у меня началось жжение в такой большой области вокруг прививки. Потом это жжение, оно сохранялось у меня вчера весь день. Потом у меня появились боли, короче, в этой руке. В общем, у меня ныла вчера рука целый день. Потом у меня, значит, знаете, такое состояние было, у меня не болела голова, но у меня очень сильно болели глазные яблоки. Я подумала, что это из-за того, что мы полтора часа были, ну, как бы на солнце, но мы были, конечно, в теньке, и в теньке, и не в теньке. Заходили в тенек для того, чтобы температура тела не поднималась, потому что перед прививкой вам измеряют температуру. А если вы будете стоять полтора часа на солнцепёке, у вас температура поднимется, тело. И, значит, у меня, знаете, было такое состояние, у меня голова не болела, значит, сильно болели глазные яблоки. Я подумала, надо было взять солнечные очки, наверное, из-за этого. Но, оказывается, такие симптомы могут быть. Это я узнала, знаете, из того, что мне с госуслуг стали приходить сообщения, чтобы я заполнила электронный дневник наблюдений после прививки. И, в общем, с просьбой заполнить, там, значит, первый, второй, третий день, седьмой день, четырнадцатый день и какие-то ещё там дни. Вот. И, значит, там есть такие симптомы, как мушки перед глазами, как человек может потерять цветопередачу, боль в глазных яблоках. Там я уже об этом узнала, что боль в глазных яблоках может быть. У меня, знаете, у меня было такое состояние вчера, оно у меня, кстати, сегодня сохраняется, но вчера было сильнее. У меня, кстати, знаете, ещё что было? У меня была тахикардия, когда у вас очень сильно бьётся сердце, потом очень медленно бьётся, и это вот целый день у меня вчера такое было. Потом, значит, было такое ощущение в голове, что как будто, вы знаете, вот на Новый год, когда отмечаете Новый год, как будто вы выпили не один бокал шампанского, а выпили целую бутылку один просто, ещё и натощак. Вот у меня такое было вчера ощущение. Сегодня оно уже меньше, но всё равно оно у меня есть. То есть, если бы мне вчера нужно было совершать какие-то покупки, идти в магазин, я бы не пошла, потому что я не соображала, понимаете? И при этом у меня как бы голова не кружилась, но я бы вообще не соображала. Я вчера разговаривала с мамой, и она мне, короче, знаете, вот задаёт мне человек вопрос, да? Я вообще не понимаю, что она у меня спрашивает. Я её 150 раз переспрашиваю, что она у меня спрашивает. Это вообще какой-то кошмар был вчера. Я не могла понять, что она у меня спрашивает. Я слышу, что она у меня спрашивает, но что она у меня спрашивает, я не понимаю. И у меня вчера это было целый день. Сегодня у меня уже легче состояние, но вот эта вот тяжесть в голове, она есть. Я вчера рано легла девчонке спать, для себя рано. Это, знаете, сколько? Так, пол-одиннадцатого где-то или в одиннадцать. Обычно я ложусь в два часа ночи, в три. А это, значит, я легла в одиннадцать. И то, знаете, почему? Потому что у меня голова была очень тяжелая, она у меня сегодня тяжелая. Вот когда кладете ее на подушку, все. То есть, вот, и все. И на этом все. То есть, тяжелая голова. И сегодня я не пошла с детьми гулять, потому что вот какое-то такое тоже тяжесть в голове. И, знаете, вот если нужно будет зайти в магазин, как бы я вот еще все деньги нафиг потеряю просто. И карточки все. Вот такое у меня состояние. Глазные яблоки у меня тоже сегодня, кстати, болят. И есть боль вот в этой руке, когда вы на нее ложитесь. Но жжения уже нет. И ломоты в руке уже нет. Но когда вы, например, ложитесь на какой бок? На левый бок? На руку, если, да, то как бы вы чувствуете, что вам больно. Надо эту руку вытащить, короче, из-под себя и лечь без руки. Все. Больше никаких симптомов у меня нет. Я надеюсь на то, что завтра у меня уже симптомы снизятся. И я смогу уже пойти как бы погулять, потому что погода солнечная. Еще знаете что? У меня сегодня еще, кстати, не имеет язык, но это я уже в дневник не заполняла, потому что у меня началось это позже. Почему-то не имеет язык у меня. Я пошла попила воды, потом пошла еще воды попила. Еще тоже, кстати, я не писала в дневник этот электронный. Забыла просто. Я обратила внимание вчера, вот то, что вы видели, что я ела, все, я больше вчера ничего не ела, но хотела. Я что-то вчера металась из этого состояния. Мне хотелось что-то съесть, чтобы у меня как бы вот это сознание вернулось, как бы, да, в голову, но ничего не ела. И я ощутила утром, когда встала, что у меня отек в теле, потому что у меня какие-то фаланги пальцев раздутые были. Вот. И я посмотрела по весам, что у меня, да, пол-литра воды задержалась. Вот. Так что такие дела. Ну, утром встала как-то я без ощущения голода, если вот уже про диету говорить. То есть чувствую я себя нормально, без ощущения голода. У нас сегодня, девчонки, это вообще кошмар. По поводу заразившихся это 9 120 человек. Вы себе представляете, это только по нашему городу. Про Россию уже там не говорят целиком, сколько там. Но это можно посмотреть, как бы, там данные все в открытом доступе. Я не смотрела. Я сейчас вообще тупо, я ничего просто не делаю. Даже не пытаюсь. У меня еще, знаете, какой был вчера прикол? Я из-за того, что голова такая была, да, вот какая-то шальная. И вот эта рука у меня, она в итоге как-то, знаете, как даже, не знаю, рука не рука, но я вчера не могла готовить. То есть я вчера не могла приготовить детям ужин. Вот не могла. Я даже не могла им, не знаю, вот почему-то не могла. Короче, сделала им бутерброды. Значит, хлеб не могла вчера отрезать. То есть я не могла, я как бы режу правой рукой, но держать-то его же надо левой. Я не могла его вчера держать, короче, этой рукой. Если бы вы видели, как я хлеб вчера отрезала вообще. Держала я его животом, прислоняла, короче, к животу и разрезала правой рукой. Не знаю, она у меня, я как бы брала, да, предмет в руку, но я не чувствовала предмет. Просто если кому-то это рассказать, наверное, скажут, что у меня крыша вообще поехала. Но я не чувствовала предмет. То есть вы когда трогаете, ну трогала хлеб, я понимала, что вроде я его взяла, но ощущения в руке не было. В руке не было ощущения, в левой. Так что, такие вот дела. Это просто мне сейчас смешно, но мне вчера, поверьте мне, было не смешно, потому что я собиралась вчера делать ужин, но я ем бутерброды с колбасой как бы сделала, и еще сверху огурец. Ну, такие, короче, типа сэндвичи. Подсушила хлеб тоже в этом в тостере. Тосты, короче, сделала с огурцами, с колбасой и с этой, короче, с чем? С хлебом. Что-то еще там они вчера ели, я уже не помню. Вот, хотя, знаете, была еда, но я не могла ее как бы что-то разогреть, не могла в микроволновке, у меня голова не могла сообразить. Ну, как-то не знаю. Не могла сообразить вот это все положить на тарелки, то разогреть, все разогреть. Ну, просто не могла я. Вот. Сегодня уже лучше, но сегодня есть приготовленный суп, у них там есть приготовленный. Я уже это смогу сегодня разогреть. Завтрак сегодня я не могла сделать, сварить кашу я не могла им. Просто я не могла, не знаю. Руки у меня вроде бы как бы нормально работают, но голова не очень. Не смогла сварить кашу просто. И они у меня ели сегодня злаковые печенья на завтрак. Вот. С чаем. Но не голодные. Не знаю, может злаковые печенья, это нам бабушка, значит, то есть мама мужа, передала печенье. Какие-то злаковые печенья, я в общем не знаю. Какие-то натуральные злаковые печенья. И знаете, они позавтракали давно, уже почти сейчас 4 часа пройдет, сейчас будет у них обед, они никто не подходил и не говорили, мам, мы хотим есть, как бы вот это вот. потому что когда, знаете, иногда вот купишь печенье, вот эти, как они называются, юбилейные, да, они потом вот сидят, да, печенье, потом через час, что-то через два уже прибегают, что хотят есть. А эти какие-то злаковые печенья, я даже не помню, вот чьи они, и это, я имею в виду, производитель какой, но не хотят они есть. Это думаю, что хорошо. Значит, хорошие печенья какие-то, но я не знаю, что это за печенье, честно. Вот, так что киперади, девочки, не знаю. А, у нас все знаете, что еще? У нас, значит, теперь решили там в какие-то места, в учреждения, короче, на этом, знаете, на соц. обеспечении, девчонки сказали, что повесили такую табличку, что вход туда только с вот этим сертификатом о том, что вы сделали прививку, вот этот листок. Вот, но на госуслугах появилась как раз вот эта вот информация, что когда вы пройдете вторую прививку, да, и появится у вас там вот этот код, пиар-код, с которым вы сможете это самое, ну, проходить как бы во все заведения, будет вам открыт доступ, потому что, да, у нас сейчас вот такая информация, что в многие кафе вот эти вот стали пускать людей только с сертификатами, значит, с вот этими кодами, потом еще с чем. так сейчас скажу, с медотводами, если у вас есть медотвод из поликлиники, носите с собой, короче, везде эту справку, вот у нас так, чтобы справку эту носили, потому что вдруг вам нужно куда-то будет зайти, я думаю, что в МФЦ тоже что-нибудь такое устроит, потому что вчера, видите, как оказалось, деченки мне сказали, что оказалось туда тоже, только по записи сейчас пускают в МФЦ, но меня, видите, как пустили вчера, не знаю, то ли я сказала, что я многодетная, что мне нужно сделать вот этот проб, этот проездной билет ребенку, ему 7 лет исполнилось, и как бы еще 3 месяца, 2,5 до школы осталось, нужно сделать, что это проездной билет, мало ли они куда-нибудь поедут, вот, что-то сейчас стою, как-то рука у меня, что-то онемело, левое, вот, и пустили меня, девчонки говорят, что не пускают, типа без записи, без надобности, не пускают вас там какие-то делать дела, типа там переоформление документов на квартиру, все типа по записи в МФЦ нужно проходить, так что такие у девочки дела, хотя хочу так погулять, сходить, но не пойду, вот из-за тяжести, в голове, из-за, может быть, даже, знаете, как спутанности сознания, потому что сейчас время пол первого, сейчас я буду советом делать, не знаю, может быть, сама я сейчас поем, вечером уже не буду, из-за спутанности сознания, как бы не хочу идти, мало ли ничего, как бы трое детей на улице, да, останутся так, не буду знать, что делать, ну, конечно, они сообразят, если что-то случится, будут позвонить с моего телефона, там, то есть бабушке или папе, вот, потому что я телефон не ставлю на блокировку специально, знаете, на телефонах есть там блокировки, цифры, или там всякие зигзаги рисовать, я не ставлю, потому что, ну, мало ли что-то, они будут со мной, если со мной что-то случится, чтобы они раз достали мой телефон у сумки и позвонили, как бы, вот, так что такие дела у нас, девочки, не знаю, будет ли у нас что-то такое более серьезное по ограничению, а, вот что, знаете, мы вчера, когда ездили в поликлинику, да, детскую еще, так, когда ездила-то с ним, а, вчера, все правильно, в транспорте, девочки, в транспорте, автобус, у нас автобусы сейчас ходят почему-то раз в 20 минут, то есть, видимо, сократили штат водителей, потому что раньше они у нас ходили прям каждые 3 минуты, каждые 5 минут, сейчас раз в 20 минут ходит автобус, разные автобусы, они ходят раз в 20 минут, и, значит, я и еще трое человек в автобусе были в масках, представляете себе, то есть, битком автобус, я еще хотела, кстати, вам в автобусе поснимать, думаю, свободно в автобусах, сейчас нет, битком, мы зашли битком прям, мы заходили, потом на следующей остановке люди заходили, тоже как бы тык-впритык все, без масок, понимаете, без масок, 3 человека я была, еще двоих, я там кого-то увидела в масках, все остальные без масок, ну вот, в поликлиниках врачи в масках, администраторы в масках, люди вроде тоже, родители ходят вроде в масках, как бы это самое, вот, я думаю, что просто даже, и не то, что с целью обезопасить себя, но просто с целью уважения к медперсоналу, вот, и знаете, так как много людей ходят без масок, то мне кажется, мы добьемся того, что у нас будут какие-то ограничительные меры, более жесткие, а там неизвестно, ну видите, сейчас кафешки всякие, только, ну, много кафе, собираются сейчас работать под вот этой гидой, чтобы по кодам пускать только людей, кто сделал прививку, вот, чтобы им совсем не закрываться, потому что сейчас кого-то там интервью брали из владельцев кафе, они сказали, что если мы сейчас закроемся, у нас такие будут убытки, нам легче пускать людей, которые сделали прививки, то есть нам легче пойти на такие условия, как пускать людей, которые сделали прививки, чтобы у нас хоть как-то работало кафе, и они считают, что люди захотят как бы делать прививки, чтобы свободно посещать, ну, как бы кафе там, после работы посидеть, отдохнуть, поболтать с кем-то, пообщаться с друзьями, знакомыми, с коллегами, вот, так всякие дела у нас, очень неожиданные, честное слово, очень неожиданные, я даже не думала, что будут так блокировать кафе, или какие-то здания, или закрывать вот эти увеселительные всякие детские центры, аквапарки, парки, аттракционы, в связи вот с этим всем, я лично, я лично даже не ожидала, что до этого дойдет, но судя по тому, как люди относятся, просто элементарно не могут, не могут они маски в транспорте носить и в магазинах, наверное, дойдет, все, девочки, всем желаю отличного похудения, не знаю, что у меня будет с весом, отеки девчонки есть, я очень мало хожу в туалет, пью воду я достаточно, то есть больше литра 600 я пью, но чувствую, вот с вчерашнего дня чувствую отеки, даже сейчас чувствую отеки, в туалет хожу мало, вот, так что такие дела, дома делать ничего не хочу, не могу просто, и я вот сейчас вообще ничего девчонки не делала, дети у меня там занимаются своими делами, играют в игры вот эти компьютерные, общаются с какими-то детьми другими, они сейчас, знаете, да, у них есть компьютерные игры, когда они общаются с другими детьми по телефону, вот, знакомятся там, команды создают, вот они сейчас этим занимаются, а я тоже ничего не делала, дебчонки, у меня есть в телефоне, игр у меня нет, у меня есть одна единственная игра, называется, не помню, так, не помню как, какой-то, какой-то, короче, рыбный аквариум, я там собираю рыбный аквариум, и я сейчас просто ничего не делаю, я играла в этот аквариум, больше я вообще ничего не делала, вот сейчас пойду готовить обед, вот до такой степени, мозг не работает просто, все, девушки, всем желаю отличного похудения, отличного настроения, я надеюсь, что завтра у меня симптомы уже будут уходить, еще меньше их будет, очень на это надеюсь, все, всем хорошего дня, представляете, девчонки, сейчас стала наливать себе кофе, и у меня лопнул вместе с ложкой френч пресс, вообще классный, блин, вообще прикол просто, придется покупать новый, причем не знаю теперь даже уже какой, ну, конечно, я попользовалась им, наверное, несколько месяцев, и вот так он лопнул, я, кстати, всегда у него клала ложку, хотя многие не клали, ой, слушайте, у него там, походу, и дно, что ли, лопнуло, там какое-то стекло еще, потому что я одно стекло выкинула, там еще внутри, короче, есть стекло, организовала себе, девчонки, обед, здесь у меня две колбаски, они 135 грамм, салат из морской капусты 100 грамм, горчица 20 грамм, так, шоколадка 20 грамм, сыр 30 грамм, и кофе еле процедила, девчонки, потому что сидечка, что-то, мне кажется, крупноватая, чтобы процеживать вот эти кофеинки, еще хочу погрызть, девчонки, семечки, да, семечек, ну, наверное, где-то тоже грамм 35, ну, максимум 50 будет у меня, не знаю, как пойдет, всем желаю, девчонки, приятного аппетита, знаете, что, еще знаете, что, девчонки, у мужа, у моего, нету никаких симптомов, слава богу, потому что он все-таки работает, вот если, кстати, я работаю, хорошо, что я летом отдыхаю, да, мне было бы, ну, сложновато, было бы сложновато работать, еще знаете, что, плохо у меня работать, левая рука, вообще плохо, я вот хоть ей кручу, чувствительность плохая, вернее, в левой руке, прям, если я беру чашку, чтобы донести левой рукой, когда раньше у меня с этим не было никаких проблем вообще, сейчас она у меня трясется в руке, вот, всем желаю приятного аппетита, девочки, отличного похудения, всем огромное спасибо за внимание, за понимание, за терпение, мои хорошие, ходила я, ходила, девочки, крутилась, крутилась, не понимала, хочу я есть, не хочу я есть, думала, что вроде не очень уж и хочу, может быть, потерпеть, потом думаю, сейчас я потерплю, перетерплю, потом захочется сильно есть, и будет какой-нибудь срыв, в общем, я вот вся в таких мыслях, я решила все-таки поужинать, здесь у меня куриная ножка, салат из морской капусты, чай, и вот такой вот бутерброд с сыром и с горьким шоколадом, всем желаю приятного аппетита, отличного похудения, увидимся с вами в новых видео, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok